Книга Бытие, пятая глава. Мы с вами начали серию проповедей, которые называются «Мужи веры». И в прошлый раз мы говорили с вами о таком человеке, который был четвертым на планете Земля. Мы говорили об Авеле, его праведность, его жизнь, его служение, которое было всего одно, все было угодно Господу. Хотя он был обыкновенным человеком, но он поклонялся Богу, и его приношение Богу было пророческим. Все потому, что у Авеля была вера. И сегодня мы с вами поговорим о человеке, которого звали Енох, у которого тоже была вера, не меньше, чем у Авеля. Итак, что такого особенного было в этом человеке, что Бог выделил его из всей толпы допотопного мира? Во-первых, Енох был седьмой после Адама, тоже достаточно ранняя личность. Но к этому времени Земля уже была довольно-таки плотно заселена. Значение его имени было посвященное. И вот, что мы о нем читаем. Бытие, 5 глава, с 21 стиха. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет. И родил сыновь и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Об этом человеке больше ничего не сказано. Но о нем сказано так много уже. Я бы хотел выделить несколько важных моментов, которые для нас могут быть замечательным уроком и замечательным примером. В книге Евреям написано, что он ходил верой. Итак, первое, о чем я бы хотел говорить, то, что Енох ходил перед Богом. Если посмотреть в оригинал еврейского языка, Ветхий Завет был написан на древнееврейском, то можно было бы перевести дословно еще Енох ходил с Богом. И это немножко другое, чем просто жить и знать, что есть Бог и что я есть, знать, что быть верующим в душе. Это вообще немножко другой образ жизни. Ходить вместе с кем-то или перед кем-то, это значит двигаться с этим человеком в одно и то же место, в одно и то же направление, по одной и той же дороге, и даже с одним и тем же ритмом, с одним и тем же шагом. Только так вместе с кем-то можно куда-то прийти вообще. Если хоть одного из этого нет, то вы с этим человеком либо в другие места, в другие дистанации попадете, либо в разное время, но это не означает ходить вместе с кем-то. Енох ходил вместе с Богом. Он ходил перед Богом. Его сердце было правильное именно перед Богом. Енох понимал, что жить надо не просто так, а жить, осознавая, что ты каждый день в присутствии Бога. Что тебе надо с этим что-то делать, что нужно что-то решать, что нужно иметь живую и действенную веру. И вы знаете, это очень серьезное описание жизни человека, когда о нем говорят, что он ходил перед Богом. Это нечто другое, чем просто жить. Это больше, чем просто называться верующим человеком. Это больше, чем просто, когда люди о себе говорят, что они или такие, или такие. Это больше, чем просто иметь какие-то дары, таланты или возможности. Это больше, чем просто иметь какие-то связи, знакомства. Это больше, чем то, что ты, может быть, чего-то добился в жизни. Намного больше ходить с Богом. Интересно, что хождение Еноха перед Богом или с Богом связано с рождением его сына, Мафусала. Вот как-то оно взаимосвязано. Написано, ходил Еноха перед Богом по рождении Мафусала. В 65 лет в его жизни произошло вот это событие. Рождается ребенок, мальчик. И что-то происходит в жизни Еноха. Как-то по-другому он начинает смотреть на все. Не знаю, как у вас, но знаю, что точно в моей жизни рождение детей было знаменательным, и оно всегда, знаете, тянуло за собой какие-то последствия. Когда рождается ребенок, человек начинает по-другому смотреть на жизнь. У него появляется другого рода ответственность. У него появляется, ну, в надежде, да, что у верующего человека, ну так, появляется, я думаю, немножко другое хождение перед Богом. Знаете, когда нет детей, ты как бы свободный. Особенно, когда еще не женат, если ни за кого не отвечаешь, ни перед кем не отвечаешь, ни хочешь не хочешь. Женился чуть больше, но когда дети появляются, ты понимаешь, что у тебя уже ответственность намного сильно отличается от того, что было до этого. Есть один брат, он очень известный теолог, его зовут Верон Макиль. Он сказал такую фразу, «Если присутствие ребенка в твоей жизни не толкает тебя на изменения, то проповедник тебе не поможет». Дети всегда требуют изменения от родителей, причем качественных, хороших, добрых и благочестивых изменений. Поэтому женатым людям полезно иметь детей. Это их ближе притягивает к Господу. Когда в доме появляется новая ответственность за новую душу, ты начинаешь понимать все по-другому. Когда у нас родилась первая дочь, я начал понимать Бога Отца по-другому. Отцы знают это. Ну как бы до этого, но Бог Отец, но Бог Отец, ты его ассоциируешь в какой-то степени, может быть, с каким-то, ну с твоим земным отцом, либо кого ты знаешь. Но когда у тебя твои собственные дети, ты начинаешь по-другому понимать, что такое вопрос защиты твоего ребенка, что такое вопрос безопасности, что такое вопрос переживания за кого-то, что такое, когда тебе нужно позаботиться, чтобы кто-то был накормлен и так далее. То есть ты начинаешь с самого Бога, который относится к человеку, особенно к своим детям, с особой любовью, ты начинаешь понимать Бога по-другому. Когда появляются дети, ты перераспределяешь свое время, приоритеты, и даже растраты становятся другими. Амин, братья? Амин. И все остальное. Даже растраты становятся другими. То, что ты себе позволял до этого, ты сейчас говоришь, дети, это неплохо, это хорошо, это благословение, это благодать Бога в нашу жизнь. И когда дети приходят в нашу жизнь, мы должны Бога оценить по-другому, по-другому к Нему отнестись. Мы не знаем, как оно было в жизни Иного, но именно рождение Мафусала сподвигло его к чему-то. Именно вот в это время Бог начал что-то делать. И мы ничего не читаем о его жизни до этого. Но мы видим, что Бог заостряет внимание на этот момент. Смысл жизни Иноха. Несколько слов об этом хочется сказать. Когда он ходил перед Богом, какой в этом был смысл? Вот рождается сын, которого называют Мафусалом. И написано, что после этого Иенок живет 300 лет и умирает молодым человеком. Это правда. Тогда люди жили очень долго. Это уже давно доказано. Но интересно, что Мафусал, его имя имело вот такое значение. Мавет Шалах. То есть означает отсылать смерть. Отгоняющий смерть. Отгоняющий смерть. Рождение Мафусала было связано с тем, что Инох проповедовал людям о Боге. И он проповедовал вещи, которые людям неудобно никогда слышать. И вот как в Новом Завете апостол Иуда описывает его проповедь. О них, то есть о людях в этом мире пророчествовал Иенок. Седьмое это Дама, говоря, вот идет Господь с тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их честь. И во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Скорее всего, что при рождении Мафусала Бог дал откровение Иноху о том, что Мафусал будет жить на земле и пока он будет жить, Бог будет людей миловать, будет ждать. И его имя это я означал отгоняющий смерть. Тот, который будет суд Божий оттягивать, но в день, когда умирает Мафусал, в этот год, простите, не в день, и в этот год, когда умирает Мафусал, приходит потом, приходит суд Божий. То есть, пока он живет, Бог будет миловать, Бог будет ждать. Енох благовествует, Енох проповедует, потом Ной будет еще проповедовать людям. Бог людей, которые есть на земле, в своей любви сохраняет, чтобы приобрести их к себе. И смысл жизни Еноха был именно в этом. Благовествовать не только своими устами, но и чтобы люди знали, что пока его сын жив, Бог милостив суда не будет. Но когда он, Мафусал, придет суд Божий. Каково же было состояние мира на тот момент? И это состояние можно было бы описать вот такой фразой. Полное нечестие. Полное нечестие. Полный разврат. люди движимы грехом, любят грех, делают него, пропагандируют его, рекламируют, наслаждаются грехом. Люди развратились, и Бог собирался принести суд. Но посмотрите, прежде чем судить, Бог дает человеку время. Бог дает время, друзья. и не один год, и не два, и не три. Бог дает много времени. Мафусал прожил, кто помнит сколько? 969 лет. Самый, это дольше, чем он, никто не жил на планете земля. после потопа климат изменился, люди стали меньше. Но больше, дольше, чем этот человек, никто не провел на планете земля. Посмотрите, Бог в своей милости дает так много лет людям для покаяния. Пролевает дни жизни только Мафусалу, потому что в год его смерти придет потом, придет суд Божий. Всех дней Мафусала было 969 лет, и он потом умер. И это было время Божьей благодати, друзья. Было время, чтобы люди покаялись и уверовали. И другими словами, Бог сказал, пока Мафусал будет жить, моя благодать будет на этой земле. Я готов просить и принять всех, но когда он умрет, будет суд, будет потоп. Здесь я сделал два графика, Андрей, покажи, пожалуйста. Кто хочет посчитать дни жизни, немножко плохо видно, да? Рождение Мафусала в 687 год, живет он 969 лет, год смерти Мафусала это 1656 лет от начала. Можно по-другому еще посчитать это? Через рождение Ноя, через потоп и так далее и тому подобное. Друзья, суд не в числах сейчас. Библия не ошибается. Бог во всем точен. Суть в том, что когда Идов призывал людей, когда он проповедовал им, когда он говорил им, что будет судьб Божий, люди должны были обратить свое внимание Господу. Они должны были, знаете, как говорят, нажать на тормоза немного и подумать, что есть Бог и есть ответственность, пока не пришел суд Божий, пока не пришел потоп. Знаете, о суде Божьем и Божьем наказании люди обычно не любят слушать. Они хотят, чтобы им говорили о любви, знаете, христианской романтики, это так называют, что все будет хорошо, все будет нормально, все будет замечательно. Знаете, когда человек постоянно занимается воровством, ему нельзя сказать, что у тебя будет все хорошо и все будет нормально. Его ждет что? Его ждет последствия. Тот, который делает грех постоянно, ему нельзя говорить, тебя все вокруг любят, ты такой замечательный человек, все будет хорошо. Да не будет все хорошо, плохо все закончится. Рано или поздно кто-то тебя остановит, если ты не остановишься сам. Апостол Петр следующие слова. Одно не должно быть закрыто от вас возлюбленный, что Господа один день как тысяча лет, тысяча лет как один день. То есть Бог для него время не имеет значения. Вот что имеет значение. Немедлит Господь исполнением своих обещаний. Как некоторые почитают медлением. Люди когда они не видят суд Божий в своей жизни, когда они видят наказание, у них представление такое, что Бога нет, он не накажет, что он медлит и так далее. Но вот что на самом деле происходит. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. то то что люди думают что Бога нет или он медлит или никогда не наступит. Апостол Петр говорит Бог просто долго терпит. Просто его любовь сейчас вот какая. Но придет поток в один день. Придет же день Господень как вор ночью. И тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшие сразу ушатся, и земля, и все дела Бог есть Бог благодати. Друзья мои, смысл жизни Иноха был в том, чтобы призывать людей обратиться к Богу. Какие были обстоятельства? И мы же говорили, что Инох жил в мире, в котором можно было бы описать одним словом нечестие. Подумайте, насколько люди греховны. Подумайте, дети греховны. Вот дети святые, святые, святые. Давайте пару фраз и вы со мной согласитесь. Вот пример нечестие у детей. Если мне это нравится, оно мое. Если оно у меня в руке, оно мое. Если я могу это у тебя забрать, оно мое. Если оно уже у меня было, оно мое. Если оно мое, то ни в коем случае ты даже не должен намекать на то, что оно твое. Если я что-то строили, делаю, все детали мои. Если оно похоже на мое, оно мое. Если я первый увидел, оно мое. Если ты с чем-то играешь и положил на время, оно автоматически становится мое. если оно поломано, оно твое. Скажите, правда это или нет? Кто из вас с детьми имел дело? Я вам скажу, всегда и на сто процентов. У нас трое дома. Не было ни одного исключения. Ну, только если мама с папой не надавят авторитетом. Посмотрите, маленькие дети и в них уже так много развращенности, эгоизма, желания только для себя, мне, единственному, любимому и никому больше. Состояние мира, в котором жил Енох, было развращенным. И увидел Господь, посмотрите, это в бытие в шестой главе, когда Бог уже имеет дело с Ноем, когда уже Еноха нет. Увидел Господь, что велико развращение людей на земле. И все мысли, помышления сердца их были злого всякое время. Вы понимаете? Злого всякое время. Никакого добра. После Петр говорит, что Бог не пощадил первого мира, то есть вот этого до потопа мира. Но восьми душах он сохранил семейство Ноя, праведника правдой Моя, он говорит в следующий раз, когда навел потоп на мир нечестивых, дословно кощунствующих людей. Мы уже читали книгу Иуды, где написано, что он описывает, что люди были нечестивые, что они производили нечестие и произносили на Бога всякого рода нечестие. То есть мир так же, как и сейчас он тогда был таким же развращенным и испорченным грехом. И Бог его таким полюбил. хотя люди делали зло, Бог оставлял год за годом, месяц за месяцем, десятилетия пока жил Мафусал, чтобы этот нечестивый мир обратился к Господу. Всего прошло семь родов от Адама. Всего семь родов, друзья. Адам уже все это видел своими глазами, как оно происходило. И ничего уже сделать не мог. Бог дал ему видеть последствия своего греха. Люди, будучи нечестивыми изнутри, не только делали зло, но и при этом хулили Создателя, кощунниками. Понимаете? Всего семь поколений и уже Бог не представляет никакой ценности в их глазах. Енох смог выстоять в этом мире. Он смог остаться верным Богу. Он смог под давлением нечестия общества остаться верным Господу. Потому что имел веру. Все. Не потому что он был каким-то необыкновенным человеком с какими-то знаниями или возможностями. Он просто верил Богу. Поэтому вот этот мир не сломил его. Давление греха не заставило его стать таким же. Если вы читали историю, если нет, то советую вам почитать историю первой первой церкви, первые 300 лет. Верующие люди, которые первая церковь она жила и развелась в основном в Римской империи. Вы знаете, она вышла и за пределы Римской империи, конечно же. Но под давлением Рима оказалась церковь больше всего. Вообще на протяжении истории ни одно вероучение никогда не было так сильно преследуемо и годимо именно как христианство. И вы знаете, вот в первой, второй, третьей века Римская империя настолько сильно развратилась, что любое соприкосновение хоть с чем-то чистым, совестливым, отражающим Бога вызывало отторжение у них. Послушайте, они брали своих соседей, верующих людей, которые были, отдавали, предавали их, сдавали их властям. Хотя не просто, знаете, где-то их там закапывали. Они устраивали из этого целую шоу. У них были амфитеатры, куда они людей выводили в центр, смеясь над ними и выпуская на них диких животных. И когда эти дикие животные разрывали этих людей на их глазах эта толпа всегда шумела и радовалась, и веселилась. Знаете, где-то внутри возможно люди скорпели, но Бог судил Римскую империю за ее развращенность. При всем богатстве, силе, власти Бог превратил их в ничто. Сегодня только люди ездят в руины посмотреть. сегодня нечестивость нашего мира она не меньше чем допотопного мира. Сегодня животные, собаки и кошки в нашем мире имеют намного больше прав, чем человек. Сегодня выбор человека имеет приоритет над жизнью ребенка. Сегодня все вот эти вот знаете ЛГБДшники гомосексуалин транссексуалин кто еще там кто хотите кроме нормального человека у них больше прав чем у нормальных людей. Извращенность настолько сильно уже подобралась что уже не знаешь чего ожидать. Вопрос коррупции мы даже вообще не трогаем. знаете такое ощущение что ради того чтобы некоторые люди хорошо жили надо всю остальную страну просто расстрелять. Вот такие уровни коррупции причем по всему миру. Подростки совершают страшные акты насилия придумывают разные игры где они там друг друга душат сейчас же новые какие-то там какой-то синей гипотом резали себе вены где-то прыгали по каким-то высоткам сейчас они уже там друг друга душат такое уже в интернете гуляют мир просто сошел с ума извините без бога мир сходит с ума выстоим ли мы перед всем этим выстоит и церковь енох выстоял енох выстоял когда-то он принял решение что он будет ходить с богом несмотря на то как другие живут он будет ходить с богом и сегодня каждый из нас должен принять такое же решение потому что если мы не будем ходить с богом мы будем жить как этот мир развращенный кощунствующий люди хотят иметь как можно больше сегодня открытых опций поэтому они не принимают решения они хотят иметь как можно больше вариантов перед собой вы заметили что люди сегодня вообще их невозможно призвать какому-то посвящению да да но хотят иметь какие-то опции не понимая что это тоже решение не посвятить себя а иметь вариант это тоже решение которое имеет последствия люди не хотят нести ответственность и это тоже решение я принимаю решение быть безответственным скажите женщины и сестры девушки кто из вас пойдет замуж за такого который приходит и говорит хочу на тебя жениться но я принимаю решение быть безответственным такому человеку никто не поверит понимаете да люди довольно часто они не говорят такие слова но они так живут так ведут себя они принимают решение быть безответственными друг дорогой прими решение ходить с Богом все такое это тоже решение и оно неправильное у Иноха было общение с Богом вот как он жил ходил Инох перед Богом 300 лет у него было всего 300 лет после этого тот скажет вот так много наверное не покажется ему тогда не показалось что это много когда когда бегут нам не кажется что у нас много времени мы не знаем как он себя чувствовал было ему одиноко или не было но мы знаем что он оставался верным Господу он оставался верным своему решению вот как можно было бы описать Иноха словами пророка Малахи закон истины был в устах его и неправды не обреталось на языке его в мире и правде он ходил со мной и многих отвратил от греха мы не знаем скольких отвратил инох скольких мы отвратили от греха ходим ли мы с Бога друзья общество иноха такое же решение нужно принимать такое же мир ждет та же участь тот же суд что мешает сегодня тебе ходить с Богом это вопрос на который каждый нас должен ответить второе инох угодил Богу он ходил с Богом и он Богу угодил в книге евреям предпоследние книги в Библии в 11 главе описываются герои веры и вот как описывается инох веруя инох переселен был так что не видел смерти об этом чуть позже поговорим и не стало его потому что Бог его переселил ибо прежде переселение своего получил свидетельство что угодил Богу что он угодил Богу а без веры угодить Богу невозможно ибо надо чтобы приходящий к Богу веровал что он есть и ищущий его что воздает чудо заключается не в том что инох попал в рай не умерев на земле не пережив физический смерть и не в этом чудо чудо в том что при жизни он угодил Богу и это намного важнее потому что всем людям нужно перешагнуть когда-то через как некоторые описывают переплыть и туреку перешагнуть в вечность вопрос угодил ли человек Богу угодил ли я Богу угодил ли ты Богу приближаясь к этой отметке и никто не знает когда мы перейдем его инох угодил Богу потому что имел настоящую веру и эта вера была слышна и видна другим людям возлюбленный пишет апостол Иоанн если сердце наше не осуждает нас то мы имеем дерзновение имеем смелость к Богу и чего не попросим получим от него потому что соблюдаем заповедь его и делаем благоугодное перед ним чтобы человеку иметь свидетельство что он угодил Богу ему не надо ждать какого-то голоса или чтобы кто-то там что-то еще сказал нужно делать угодное перед Богом и тогда ты ему угодишь аминь нужно к этому приложить старания всей своей жизни и не волноваться за то что смогу ли угодить или нет будет или не будет да или нет соблюдай заповеди его вот чему Бог призывает Павел пишет мы ревностно стараемся ревностно стараемся что такое ревностно стараться это прикладывать усилия с ревностью входя ли выходя ли из этого тела не важно чтобы быть ему угодным чтобы Бог угодить Бог призывает чтобы поступали достойно Бога во всем угождаем около сянов 1-10 люди сегодня живут ради угождения себе в основном будем честны куда не посмотришь люди стараются о том чтобы в первую очередь им было хорошо и очень часто это сопряжено со многими греховными поступками делами греховными решениями люди хотят свою жизнь устроить на этой земле и мы не против того чтобы человек устраивал свою жизнь на этой земле это хорошо но если в этом человек не угожает Богу то он промахнулся подумайте как часто человек не спит сколько ночей он бодрствует сколько часов он в бдении только для того чтобы себе любимому угодить на какие жертвы люди идут как далеко они едут как сильно и долго они трудятся как часто они говорят людям да 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 либо нет 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 ради того чтобы в конце концов угодить себе люди меняют страны работы церкви меняют отношения меняют партнеров по жизни только чтобы им любимым одним стало хорошо и вы знаете у многих это получается далеко поехать много заработать много получить но в конце концов придя вечность это люди придут только с одним статусом не угодил Богу не угодил на что мы сегодня с вами готовы чтобы угодить Господу это хороший вопрос для самопроверки еноху угодил Богу если мы говорим ну еноху это не тот пример посмотрите на пример Иисуса Христа Иисус говорит пославший меня есть со мною отец не оставил меня одного ибо я всегда делаю то что ему угодно Евангелие отряна 8 глава 29 в этой главе описываются как иудеи имели большие претензии к Иисусу послушайте я делаю то что угодно моему отцу возможно Христос имел какие то пожелания что то хотел бы сам но он говорит я ничего не делаю чего не было бы чем что не было бы одобрено им и чтобы ему не было бы приятно Бог призывает нас с вами послание фессалоникийцам братья просим умоляю вас Христом Иисусом что вы приняв от нас как должно вам поступать и угождать Богу более в том преуспевали в чем преуспеть надо в том чтобы Богу угодить потому что это единственное что имеет значение на этой земле если человек Бог у него угодил но себе угодил нет в этом абсолютно никакой пользы причина почему инох ходил с Богом так это потому что он желал угодить ему его наивысшим приоритетом было следующее чтобы Бог был доволен его жизнью и у него это получилось несмотря на насколько развращено было общество несмотря на то как люди жили вокруг несмотря на то как возможно не было понимания или может быть он один был в этом несмотря на все это у него была цель я хочу угодить Богу и у него это получилось как ты думаешь друг дорогой сегодня ты Богу угождаешь инох ходил с Богом угодил Богу и вы знаете третье он свидетельствовал о Боге инох назван пророком в отличие от Абеля он что-то говорил Абель не успел ничего сказать Каин ему не дал и апостол Иуда об этом пишет что инох пророчествовал вот идет Господь маме святых своих ангелов сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах которые произвело их нечестие и во всех жестоких словах которые произносили на него на Господа нечестивые грешники инох не просто так жив у него было очень мало времени и он понимал что пока он живет людям нужно что-то знать вот скажите как инох описывал суд Божий на что это похоже придет свой ангел будет судить откровение девятнадцатая глава на второе пришествие Христа когда Крестус придет во второй раз чтобы судить его землю точное описание почитайте откровение девятнадцатую главу и почитайте Иуды первого и вы увидите насколько сходится описание того когда Бог приходит судить человека инох инох что угодно могло произойти поэтому он не молчал он не надеялся что кто-то другой он принял решение что он будет людям говорить о надвигающемся суде Божьем поэтому он пророком потому что призывал людей ребята скоро конец будет все плохо обратитесь к Богу ваша жизнь неправильная и вы знаете проповедь иноха была не самая популярная в те дни люди хотят слышать о том что их любят о том что их обнимают кто-то целуют о том что их простят что бы они там ни делали знаете на этой неделе наша средняя дочь Илья она мне задала очень глубокий серьезный богословский вопрос она говорит папа я хочу тебя спросить кое-что я говорю что ты хочешь меня спросить Илья а вот если человек делает грех Бог его простит ну простит папа а если он после этого опять делает грех и опять просит прощения а потом опять делает грех и опять просит прощения а будет ли он с Иисусом на небесах вы знаете при многолетнем опыте и знаниях я не знал как ответить ей на этот вопрос ну в конце концов я на него ответил ей всего 6 лет и она понимает ответственность и Божий суд мы все это очень хорошо понимаем люди понимают последствия последствия своих решений люди понимают что суд Божий грядет и сегодня мир так много слышал любви ему надо столько же услышать и о суде Божьем и тогда как и сейчас у людей всегда есть понимание добра и зла потому что есть совесть которая иногда не дает людям спать был проповедник пророк Иона у которого была проповедь очень странная Бог говорит Иона иди в Неневию это короче там язычники которые которые там постоянно против народа израильского воюют это ты еврей иди к ним иди к ним с проповедью вот как звучала проповедь еще 40 дней и Неневия будет разрушена сколько любви вы услышали в этой проповеди 40 дней любви и вот там Иона сначала не идет помните там всю историю как Бог его тормозит тормозит очень жестко он там молится и там рыба его поглотила потом выплюнула наука уже давно доказала что ему все возможно но сам факт Иона идет туда приходит к этим людям которые вообще живут мирские люди как хотя так и живут и Он ходит по городу и говорит одну и ту же фразу еще 40 дней и Неневия будет разрушена еще 40 дней и Неневия будет разрушена и ничего другое от него люди не слышат написано что когда Царь это услышал и люди они настолько обличились что они порвали на себя одежды вошли в пост в молитву и в покаяние и весь город покаялся понимаете суд Божий это тоже Евангелие это тоже благая вещь слушай у тебя есть время пока это не наступило пока Бог тебя не судил тормози и Ненев это делал друзья пока живет Мафусал отгоняющий смерть у вас есть время иона говорит пока я здесь скажу что 40 дней у вас есть время что Бог сегодня нашему миру говорит что Бог сегодня тебе говорит он дорогой сколько времени тебе отручено вы знаете иногда наша проповедь должна быть именно такой когда уже все любви сказано надо сказать о суде Божьем потому что любовь Бога по отношению к человеку подразумевает решение человека и это решение имеет вечное значение в вечности есть либо суд либо оправдание это должно отрезвлять людей Иноха ходил с Богом угодил Богу свидетельствовал о Боге и последнее он был забран восхищен Господу он был восхищен когда мы читаем Библию Бытие 5 глава 6 и так далее все умерли но не Енох написано что ходил Енох перед Богом по рождению во Фусала 300 лет родился сыновей дочерей то есть у него была больше семья чем просто один ребенок всех его дней было 365 лет ходил Енох перед Богом и не стало его потому что Бог взял его вот такую Бог благодать проявил по отношению к Еноху в книге Евреям 11 главе мы читаем что верою Енох был переселен так что он не видел смерти и не стало его потому что Бог переселил его и прежде переселения своего он получил свидетельство что он угодил Богу я как он слышал историю как маленькая девочка она своими словами рассказала восхищение Еноха вот как она это рассказала Енох дружил с Богом и они часто прогуливались вместе в один день они опять вместе пошли на прогулку Енох не знал сколько они будут гулять и поэтому взял даже с собой обед они ходили и ходили и ходили вместе и когда начало темнеть то он сказал Богу что ему нужно идти домой но Бог сказал ему ты сейчас ближе к моему дому чем к своему почему бы тебе не пойти ко мне домой и Енох пошел домой к Богу у детей есть фантазия какая-то как они это видят вы знаете Енох был настолько близок с Господом что домой возвращаться уже не надо Бог в один момент принимает решение и он его забирает с этой земли так что его не стало и он не видел смерти Бог дал Еноху новый дом свой дом прекрасный небесный Енох был забран в лучший мир там где не было уже никакого нечестия никакого греха никакой разрушенности у него была вера он верой угодил Господу эта вера имела плоды имела дела и его сердце думаю было настолько спокойным и готовым к этому моменту что не было никаких переживаний вы знаете Енох это первая иллюстрация восхищения от земли седьмой человек вторая иллюстрация это был Илья который тоже был взят из земли третья кто Христос про Моисея мы не знаем может быть он тоже но в нем явно не написано что он был восхищен может быть он тоже был но друзья мои кто будет последним восхищенным с этой земли церковь в Божье Енох и его жизнь это пророческая жизнь о том что произойдет с теми которые будут ходить с Богом которые угодят Ему и которые будут о нем свидетельствовать оно звучит знаете не очень может быть так убедительно но для Бога нет ничего невозможного в послании Фессаламтийца мы читаем что мы живучие оставшиеся до пришествия Господня не перед им умерших потому что сам Господь при возвещении при голосе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе они воскреснут прежде потом мы оставшиеся в живых вместе с ними будем восхищены на облаках для встречи с Господом на воздухе и так всегда будем с Господом церковь будет взята от этой земли и только церковь Божия больше никто все остальные остаются как остальное человечество осталось на суд но потом все остальные остаются на суд Божий друзья мои когда мы читаем книгу откровения всех суда Божьих грядущих на эту землю то я вам скажу если внимательно это читать то потоп нам покажется самым безобидным судом на планете земля посмотрите уже сегодня что происходит мы не говорим про всякие катаклизмы которые происходят в природе луканы которые спали тысячами лет вдруг просыпаются постоянно какие-то наводнения и так далее люди просто начинают уже стонать мировой экономический спад связанный со всей этой пандемией и так далее люди в страхах боятся боятся с домов выходить боятся умереть почему потому что суд Божий гребет потому что нужно предстать дать отчет за свою жизнь и нам нужно быть мудрее чем этот мир несмотря в слово Божие ожидать что именно туда двигается земля туда двигается человечество человечество не двигается к лучшему а двигается к худшему и апостол Петр уже нам говорил о том как оно будет что будет тотальное нечестие тотальный разврат никакой справедливости уже даже в самой пресловутой Америке где честность и демократия уже показали насколько все там нечестно и демократично у людей сегодня отсутствует в любых эшелонах власти и положениях отсутствует всякое понимание любви к ближнему и это все будет расти больше и больше я помню я помню когда только началась пандемия в марте месяце уже были те кто заявляли что мир нуждается в одном мировом правительстве это заявлял Тони Блэйр который был когда-то премьер министром Британии еще ничего не началось толком уже так говорили потому что мир идет к этому тотальному контролю антихристу и так далее люди сегодня не готовятся к переселению они думают что они будут вечно жить в своих новых домах или не знаю люди не думают о вечности а надо думать именно об этом о встрече с Господом друзья мои если мы церковь Божия если мы те кто уверовали в Иисуса Христа нам нужно думать о переселении и не в Европу Америку Австралию Африку не знаю кто куда собрался нам нужно думать о переселении в вечность Иисус говорит да не смущается сердце ваше веруйте в Бога и в Меня веруйте все что происходит вокруг да не смущается сердце ваше верьте в Меня говорит Иисус верьте в Отца в доме Отца моего обители много 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 места всем хватит если бы не так то я бы вам сказал об этом говорит но посмотрите он говорит я иду приготовить место вам и когда пойду приготовлю вам место приду опять и возьму вас к себе чтоб и вы были где я а куда я иду вы знаете и путь знаете а Фома говорит ему Господи не знаю куда идешь как мы можем узнать куда идешь иисус рассказывает путь мы не знаем путь иисус говорит я иисус путь истина и жизни и никто не приходит к Отцу как только через Меня Ивангелие Ивангелие Иоангелие 14 когда люди говорят мы не знаем как оно будет мы не знаем что произойдет мы вообще не знаем что там иисус говорит приди ко мне я будь истинной жизни тебе не надо волноваться что там тебе надо волноваться что здесь в первую очередь если у тебя мир со мной уверовал ли ты в Меня как в личного спасителя имел ли ты веру ходил ли ты со мной всю жизнь уходил ли ты мне говорил ли ты другим готовился ли ты к этому переходу я истинной жизни вот путь поэтому Церкви Божьей не надо переживать и волноваться когда это произойдет у людей с разными теологические споры не надо переживать как оно будет слушайте оставьте все эти вопросы за Богом не важно когда и как важно станет ли это для меня радостным событием желаю ли я это угожду ли я Богу своей верой имели я такую веру чтобы Бог меня восхитил и знаете сегодня у Церкви нет других целей все это связано с одним словом друзья вера надо иметь живую и настоящую веру 4 вопроса для того чтобы мы проверили сейчас свое сердце и помолимся ходишь ли ты с Богом сегодня ходишь ли ты перед Ним вы с Ним в одном направлении или в разных именишь ли ты свидетельство что ты угодил как иметь свидетельство исполняй заповеди свидетельство свидетельство что ты другим о Боге ты сегодня здесь потому что кто-то тебя им сказал и последний вопрос готовишься ли ты к этому радостному моменту когда придет Бог восхитил свою Церковь и Церковь свидетельство отец свидетельство